Присядьте, говорю, пожалуйста. Да я постою, да у нас негде стоять. Нам лучше присядьте. Видите, у нас все, 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 что положено. Хранится холодильник. С чумой 20 века в таких условиях обращаться по инструкции непросто. Сотрудники спеццентра на Льва Толстого буквально сидят друг у друга на голове. Отдел кадров ютится с холодильниками для хранения дорогостоящих препаратов. В областном Минздраве решили отселить хотя бы лабораторию на Запорожскую, в здании бывшего онкодиспансера, и натолкнулись на протест. Всего боюсь. Вдруг познакомиться с кем-то, с девочкой, с какой или что. Боюсь. За своего ребенка боюсь. Пусть кому-то это кажется средневековьем. И в мировой практике спеццентры не помещают в резервации. На Запорожской будут только обрабатывать анализы. Родители учеников 176-й школы снова собирают подписи. Говорят, против уже около тысячи человек. Спид не грипп и не рак, но родителей снова бросает в дрожь. Хотя спид-лабораторию обнесут высоким забором и видеокамерами. Эти взрослые люди отчего-то не верят в абсолютную стерильность. Если дети залезли на территорию, вот здесь вот в какой-то издании, и где от предыдущей поликлиники, онкоцентра остались неутилизированные отходы, как положено, не было все это ликвидировано. Есть в этом конфликте и коммерческий интерес. На территории медгородка поселился гаражный кооператив под названием «Онколог». Жить ему здесь осталось недолго. Разрешение на строительство и отвод земли гаражному кооперативу никто не выдавал. То есть, получается, гаражный кооператив, вот эти гаражи, это все самовольные постройки, самострой. Находятся на территории, где будет расположен медицинский городок. То есть, это по нормам, по здравому смыслу недопустимо. Здесь получится проходной двор. С другой стороны, ВИЧ-инфицированные должны сказать бдительным самарцам спасибо. Журналисты давно не писали о СПИДе так много. Теперь ни для кого не секрет. Самарская область на втором месте в России по числу ВИЧ-инфицированных. Давайте запросим статистику Центра СПИД. Например, сколько человек заразилось ВИЧ-инфекцией, уколовшись оброшенной сприцей. Хотя оброшенные сприцы – это ужасно. А потом давайте спросим, сколько заразилось другими способами. Я вас уверяю, что по первому способу будет ноль, а по второму – 50 тысяч. Памятник архитектуры на Льва Толстого не зря трещит по швам. От старости и количества пациентов. Под боком у областного спеццентра – школа и жилой дом. Видимо, 20 лет назад самарцы не так боялись чумы 20 века. Прохожие здесь скорее думают об архитектуре, чем о шприцах. Ольга Морозова, Инга Пеннер, Сергей Баскин. ГИС События.